Одна из девушек, которая не стучила в армии, она стучила в армии. Я не стучила в армии. У меня маленький опыт, уже в армии целая неделя. Поприветствуем, выру, она не стучила в армии. Ура! Скажи нам, как кричат в нашей армии «Ура!» Ура! 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 На самом деле, армия оставила у меня не очень приятный след мой. Ира, просто скажи «Ура!» Имеется в виду не «Ура!», а «Вперед в атаку!» «Вперед в атаку!» «Аллах, Альба!» Сзади стоит рука, я еще не рекомендую. Хадима и стоят. Хадима и стоят! Озвучь! Хадима! Хадима! Хадима и стоят! Хадима и стоят! Хадима и стоят! Как меня лишили одного патрона за мою глупую шутку. Что-то пошутило. Хадима и стоят. И мы тебя лишим в винтиках. Хадима и стоят. А Россия, а ты здесь при чем, в Израиле? За отсутствие. Главное убеждение. История эта, мне лишили патрона. И лично лишать собрался. Это все-таки был семинар. У нас была такая военно-израильская форма, которая была мне на 5 или 6 размеров больше. Брюки были завернуты, брюки держались на общественном слове. И из семинара никому не выдавали никакие шапки, кепочки, ничего. И каждый человек, который присутствовал на этом семинаре, вел какую-то кепочку, бандану, что-то такое. И когда проходили стрельбище, когда народ там готовили, как разбирать, собирать М-16, и, кстати, я злого шутила, что люди выглядят просто, как террористы. У всех начался исторический смех. И мы фанкеддот, офицерша, которая все это курировала, она сказала, что лишает меня этого патрона, так как патрона было не так уж много. В Израильской армии на стрельбище дают по одному патрону. Это же Израильский. Продают по одному патрону. Можно вас попросить два патрона? Сколько стоило патрона? Шеки, шеки. Ладно, 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 ладно. Мы с вами не так уж и стоили патроны. Мы даем проросты. Аплодисменты наше явление! Аплодисменты наше явление! Я думаю, что у нас нет. Аплодисменты наше явление! Аплодисменты наше явление!